Всем привет! Сегодня снова покупки еды. Покупки еды на февраль. Приглашаю вас к просмотру. И сейчас общий вид того, что мы купили, были мы в магазине Ления и в магазине Магнит. И давайте начнем мы с вот этой стороны. Здесь у нас три десятка яиц, морковь. Морковь мытая у нас по 37,90. Далее у нас свекла. Свекла у нас за килограмм 14,90. Далее здесь у нас большой кочан капусты. И Вероника просила борщ, поэтому взяли вот эту капусту за 11,90. Так вообще мы капусту не едим, потому что у нас Роман не очень ее любит. Теперь крупы. Из того, что у нас есть дома, это манка и геркулес. Остальное уже потихоньку заканчивается. Поэтому докупила две пачки гречки. Гречку мы любим. Мне кажется, она наиболее полезна из всего, что можно придумать. Далее рис. Взяли рис. Взяла в этот раз вот такое. Это у нас фирма Националь. Не знаю, первый раз беру. Взяла еще горох, потому что горох тоже заканчивается. И в дополнение к гороху взяла чечевицу. Хочу очень супчик чечевичный. Но горох и чечевица это не на месяц, этого больше. Потому что, в принципе, ну не знаю, куда столько гороха можно израсходовать. То есть он у нас месяца два-два с половиной держится. Еще в позапрошлом месяце у нас очень хорошо зашел кускус. Поэтому взяли в этот раз целых две пачки. Мне Роман очень понравился. И на вкус он напоминает вот эти вот быстрые бомж-пакеты. Но только это уже крупа, насколько я понимаю. Из макаронных изделий взяла только вермишель, потому что у нас там еще макарошки остались. И остались еще спагетти. Так что этого нам всего хватит. Давайте перейдем к сыру. Взяли мы кусочек ламбера. Здесь чуть больше 500 граммов. Очень люблю ламбера. Действительно прям вот вкусный сыр. Вот этот кусок взяли завтра к нам гости придут. Далее. Рикотта. Повравилась очень рикотта. Прям ням-ням-ням. С удовольствием мы съели прошлую упаковочку и вот взяли еще одну. Взяла еще сыр бри. Ну это так, знаете, полакомиться, конечно, дорого, но иногда очень хочется. Пармезан взяла. Вот это, кстати, какой-то пармезан-делюкс. Он произведен в Гомельской области. 214 рублей. То есть я посмотрела, так по ценам он дешевле, чем другие пармезаны. Ну, в общем-то, я думаю, для салата не так уж это принципиально. Попробуем. Далее. Сыр гауда. Это тоже, кстати, на завтра взяла. 45%. Стараюсь брать все-таки не очень жирные сыры, потому что, мне кажется, ну вот очень жирные, они как-то более вредные, что ли. Ну, это мои личные заморочки. И свой любимый Маздам. Обожаю его. Просто супер. Такие вот большие дырочки. Очень красиво смотрятся. Спрашивали у меня, как я храню сыр целый месяц. Я не храню его целый месяц, потому что, ну, ни один сыр, наверное, столько не выдержит. А мы съедаем его гораздо быстрее. Ну, и в течение месяца, если очень захотим, можем какой-нибудь сыр еще докупить. Это вот Вероника себе взяла какие-то фитнес-батончики. Она сказала, мама, я помню, когда мы с тобой летели в самолете, ты мне давала такие батончики. Я говорю, ты очень их хочу, понравились. И, ребята, очень захотела зефир. Не знаю, почему я подошла к зефиру. Я вообще не люблю сладости. И тем более уж зефир. Ну, вот подошла и поняла, что я хочу сейчас прям вот заварить чай и съесть зефир. Еще огурчики дядя Ваня. И это не в качестве рекламы, потому что, помните, да, мы со Светой выбрали эти огурчики как самые лучшие. Я хочу посмотреть вот эти вот большие. Они побольше, чем те, которые мы выбрали в правильном выборе. Хочу попробовать их. Сегодня, кстати, хотим сделать пюрешку картофельную и огурчики. Взяли мы еще батон. Хлеб мы вообще не едим, но иногда можно его как-то обыграть. И, в принципе, он неплохо идет. Далее. Вот такая вот у меня штука сломалась. Вообще на две части развалилась. Немного другая была. Я взяла вот такую вот на замену. Это, ну, поддевать там мяску со сковородки. Взяли мы на 2017 год такие вот кружки. Те, кто подписан на меня в Instagram, кстати, подписывайтесь на меня в Instagram, видели, что у нас немного другие кружки на 2017 год. Мы себе выбрали. Но те оказались слишком маленькие. То есть, вот эти кружки рассчитаны на 440 миллилитров. И это вот как раз наша такая доза обычная чая или кофе. И знаете, да, мы каждый год меняем кружки. И старые разбиваем по традиции две. И вот две новые заменяют старые. И вот теперь уже можно со спокойной совестью прошлогодние разбить. Итак, идем дальше. Овощи, фрукты. Что касается фруктов. У нас здесь виноград. Виноград я не очень люблю покупать. Мне кажется, он какой-то, не знаю, бестолковый, неполезный, ничего. Но иногда тоже вот хочется. Вероника попросила, вот виноградик ее взяли. А вообще беру обычно яблоки. Потому что яблоки это то, что растет в нашей местности. И это как бы, ну, логично, что это нужно есть. Взяли лимоны. Здесь пять лимончиков с лимонами. Очень любим и готовить, и чай пить. И вообще лимоны идут всегда и везде. Взяли груши. Очень захотелось мне лично груши. Вот пока что четыре штучки. Но что касается овощей и фруктов, это тоже мы докупаем в течение месяца. Там пару-тройку раз ходим в магазин. Потому что, ну, естественно, этого мало. И вести туда там на 2-3 вечера. Так, еще из фруктов у нас здесь апельсины. Давайте сразу вот здесь скажу, чтобы далеко не ходить. Куркума молотая вот такая вот. И карри. Сейчас расскажу, что делаю с карри, если не забуду. Дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас орехи. Арахис очищенный. 209,90 за килограмм. Сухофрукт и изюм золотой. И изюм такой вот какой-то обычный. Просто изюм. Этот 300 рублей, этот 240 за килограмм. Взяла финики. Финики взяла в магазине магнит. И вот они такие красивые, симпатичные. Но потом в линии увидела еще финики. Гораздо дешевле. Правда, они не такие прям приятные на взгляд. Но я думаю, что внешний вид фиников, он оставляет желать лучшего в любом случае. Поэтому не удержалась. Взяла вот такую пачку. Она и больше, и дешевле. И мне кажется, что нет смысла платить за какие-то палочки. Больше такие не буду брать. Буду вот такие вот смотреть в линии. Что касается орехов. Еще здесь орех грецкий очищенный. 799,90 за килограмм. Вот этой подложечки здесь на 122 рубля. Что касается зелени. Взяла я мяту. Мяту, мяту любим. Взяла петрушку. Взяла салат. Ну, такие обычные листья салата в горшочке. Взяли мы еще огурцы. Огурцы тоже, естественно. Естественно, не на месяц. Так, и руккола. Тоже рукколу полюбила в последнее время. И вот здесь вот тоже немного помидорок. Но это вот на салатик. Идем дальше. Давайте покажу мясо. Здесь у нас сердце куриное замороженное. Очень вкусно с рисом. Очень просили у меня рецепт этих сердечек с рисом. Обязательно сделаю. Я просто, когда их делаю, как-то у меня никогда не бывает под рукой камеры. Но обещаю, что сделаю обязательно, потому что очень вкусно. Здесь мы взяли пашину. Это для того, чтобы на завтрак готовить яичницу с беконом. Очень-очень вкусно. Ее мы замораживаем. Потом морозовую нарезаем тоненькими-тоненькими такими вот, ну, совсем тоненькими кусочками. Длинными такими. И разжариваем потом на сковороде вместе с яйцами. Очень вкусно. Далее морской коктейль, как всегда. Морской коктейль мы готовим либо в сметане, либо просто в масле немного разжариваю и добавляю к спагетти. Также можно с морским коктейлем сделать ризотто. Почитайте в интернете. Очень много рецептов. Вкусно получается. Взяли молоко. Еще у нас, кстати, в линии какие-то бешеные цены на молоко. У нас вот такое пакетированное молоко. В районе 40 рублей, а некоторые даже дороже. А вот здесь вот в магните вот это 29 рублей стоило. Взяли две пачки, как всегда. Взяла я, конечно же, масло вкуснотеево, которое тоже у нас выиграло в правильном выборе. Раньше брала сначала простоквашина, потом брала Брест-Литовск, и теперь вот все-таки взяла вкуснотеево, потому что оно, ням-ням-ням, самое лучшее оказалось. Взяла я себе, не удержалась, томатный сок. Какой-то он, кстати, по-моему, за 30 рублей, что ли, уцененный. Не знаю, что с ним не так, но попробую. Я обожаю томатный сок, так что я просто на выходе, знаете, это такая спонтанная покупка, в отличие от всего остального. Схватила, потому что прям ням-ням-ням-ням-ням очень хотелось. Взяла масло слабада для жарки. Беру для жарки всегда вот такое. Далее у нас здесь сметана «Домик в деревне». Опять же, выиграла у нас в правильном выборе сметана именно «Домик в деревне». И взяла 15-процентную и 10-процентную. Вообще, стараюсь брать процент жирности поменьше. Еще взяла творог. Вот этот тульский творог, 9-процентный именно. Обратите на него внимание, он нереально вкусный. Мы его делаем, мы смешиваем немного со сметаной, немного с бананом или со сметаной и, допустим, с какими-то там сухофруктами. И это очень вкусно. Если там на ночь, например, не хотите обжираться, да, а хочется чего-то такого все равно переживать, то вот это вообще тема. Не знаю, правда, по калорийности, как это получается, я как-то этим вопросом не задавалась. Но вот именно как такой перекус очень-очень круто. Идем дальше. Давайте вот сюда. Здесь у нас индейка. От индейки здесь, как это называется, плечевые кости, что ли. То есть вот здесь вот это нам на целый месяц. То есть, в принципе, мы на этом можем и суп сварить, и, не знаю, там, щи, и потушить, и пожарить. И вообще индейка у нас в последнее время очень хорошо идет. Что касается рыбы. В этом месяце мы взяли камбалу. Камбал у нас 159,90 за килограмм. Здесь три штучки на 173 рубля. Схватили мы сначала семгу, но потом рядом посмотрели тот же самый кижич, например. Он гораздо дешевле, но по сути, ну, по идее, как бы, это тоже красная рыба. И, ну, я не могу сказать, что она намного хуже. Да, он, конечно, не такой жирный, как семга, но, с другой стороны, многие эту жирность как раз не любят. И кижич у нас за 399,90 килограмм. И здесь у нас две рыбины мы взяли. То есть, по весу получилось так же, как семга, но рублей на 800, наверное, дешевле. Взяла еще горбушу с свежемороженем с головой. Вот такой 179,90. Когда заканчивается остальная красная рыба, в принципе, горбуша тоже неплохо идет. Далее, филе минтай. Если вы когда-нибудь где-нибудь увидите вот такое филе минтая, то обязательно возьмите, потому что режем его на несколько кусочков. Ну, вот, на такие вот небольшие кусочки. Далее мы смешиваем сметану и много-много-много огромное количество укропа. Можете добавить туда лимонный сок, ну, посолить, естественно. Обваливаем эти кусочки вот в этом соусе. Разжариваем просто на обычной сковородке, просто на обычном масле. Зажариваем, и это нереально вкусно. По-моему, это одно из самых вкусных блюд, которые я за последнее время попробовала. Взяли мы две вот такие вот упаковочки. Кстати, филе минтая у нас 119,90 за килограмм. И осталось у нас совсем немножко. Здесь мы уже ближе к чаю, к кофе переходим. Кстати, вот хлопья кукурузные взяла сначала любятого. Они 70 рублей стоили за 370 грамм. Отошла немного в сторонку в магните. И 370 грамм уже какая-то мега хлопья кукурузные уже 40 рублей. Ну, это практически в два раза дешевле. Ну, есть тут, конечно, да, подсластитель вот какой-то, ароматизатор идентичный натуральному. Но остальные хлопья тоже, знаете ли, не совсем прям натур-продукт. Что касается томатной пасты. Вот и про карри хотела вам сейчас сказать. Томатную пасту взяли вот такую, беру всегда томатную пасту. По-моему, та же самая, что и в прошлый раз, да? Мы не смотрим на название, мы смотрим всегда на то, чтобы в составе были помидоры. Вот, смотрите, не знаю, видно, вам нет состава томаты красный и свежий. В основном, если вы посмотрите на томатную пасту и повернете надпись «Состав», то там будет в составе томатная паста. И такую пасту мы не берем. И что же я делаю с томатной пастой? Иногда мы ее, кстати, просто так даже едим. То есть я вообще люблю и томатный сок, и томатную пасту. Но в основном мы берем вот эту томатную пасту, добавляем туда соли, ну, по вкусу. То есть кто-то много любит, кто-то мало. И я досыпаю в эту томатную пасту еще в упаковку карри. Все это перемешиваем. Можно, кстати, добавить чеснок. И получается соус не хуже, чем какой-то там любой из магазинов, только натуральный. Потому что все-таки здесь в составе томаты у нас, ну, карри это просто приправы, и чеснок тоже можно там с огорода. И, ребят, хреновина. Раскушали с Романом мы в прошлом месяце, и теперь просто вот банками едим ее. Очень вкусно. Здесь помидоры, перец, насколько я понимаю, какие-то приправы. И это нереально вкусно. Семилукская трапеза. Мы ее и с макаронами, и с картошкой, и с яйцами по утрам. Со всеми-со всеми делами едим. Так, что касается теперь чая и всех сопутствующих продуктов. Ну да, здесь вот, кстати, морская соль, пищевая мелкая. Обычно беру морскую соль, но она крупная. Вот эта вот мелкая хочу попробовать. Ну, больше, наверное, для салатов, потому что салаты крупные мне не очень нравятся. Взяла тростниковый сахар, нерафинированный. Так, еще что. Давайте вот так начнем, да? Взяла Гринфилд в пакетиках. Спрашивали у меня, почему я не пью чай такой обычный рассыпной. Мне, если честно, лень его заваривать. Ну, серьезно, я, как и раньше, все-таки не понимаю смысла в этих чайных листах. То есть я вкуса не понимаю, я не разбираюсь в этом. Ну, вот пакетики, это быстро, это просто. И для меня пакетики, это круто. Какао-порошок, золотой ярлык тоже. Не покупайте никакой там дорогущий, потому что здесь в составе просто какао и ваниль. Сказала я вам, не покупайте дорогущий. Вот, пожалуйста, Несквик. Но Несквик, вот, я не знаю, они, конечно, какой-то 25-й кадр, да, добавляют, наверное. Какой-то глутамат, наверное, чтобы вызвать привыкание. Но Несквик, это реально вкусно, серьезно. Я выпила одна практически целую пачку. Смысл в том, почему мы взяли две, потому что здесь по 250 граммов. Мы прошлую пачку свою, одну единственную, которая у нас была, и к которой я уже успела привыкнуть, взяли 500 граммов. И получилось, что две вот эти вот у нас в линии дешевле, чем та одна. Ну, как-то так. Вкусная, да, но вот это вот, наверное, все-таки не советую покупать. Все-таки лучше, например, какао, молоко, и если уж вы любите сахар, то в сахар. Просто я почему покупаю еще отдельно какао, потому что мы и Веронике завариваем просто какао без сахара. И иногда хочется именно какао без сахара. Тогда я беру вот этот Красный Октябрь. Так, эгоист кофе взяли. Вот этот кофе что-то непростительное дорого стоит. И остальные виды эгоиста у нас гораздо дешевле, а этот просто, ну, не знаю. Я все-таки думаю, надо на какой-то другой переходить. Но пока что вот вкусный, действительно очень вкусный. То есть только поэтому берем. И последнее это малиновое варенье. Малиновое варенье у нас такое домашнее консервированное закончилось. И малину очень люблю, очень люблю делать, знаете, как чай. Там просто, например, ложку варенья водой кипятком заливать. И я могу это пить вообще целыми днями с утра до вечера. И то же самое взяла вот такую землянику протертую с сахаром. Кстати, это тоже не варенье, это малина протертая с сахаром. То есть она, я так понимаю, без обработки. И вот это тоже самое. Только здесь у нас уже земляника. Ну попробуем вообще варенье я ем только вот в виде чая. На этом будем мы с вами прощаться. Вот такие вот у нас покупки еды сегодня. Ходим мы еще, конечно же, естественно, в магазин в течение месяца. Но уже за фруктами, овощами, за тем, что очень быстро портится. Там молоко, например, молочка какая-то, там сыр тот же самый можем докупить. И, конечно, если у нас что-то заканчивается из того, что мы купили, мы тоже покупаем. В частности, например, там или картошка, или морковка, или что-то еще. Но в основном самая крупная закупка еды, которая у нас есть, это в начале месяца. И в остальные дни просто, там, ну не знаю, чуть-чуть чего-то там берем. И особенно даже это не тяжело, там, нести из магазинов. И очень мало времени занимает. Напишу где-нибудь вот здесь, сколько стоят вот эти все продукты. Чеки не буду показывать, их сейчас долго искать. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, видео было для вас интересным, полезным. Напишите, пожалуйста, что вы купили в этом месяце. Может быть, что-то новенькое купили, что раньше не покупали, попробовали. И вы можете мне или другим зрителям посоветовать. Увидимся в следующих роликах. Пока. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok